Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Признаюсь, я устала несколько от стрит-стайла, от того, что я снимаю, потому что изо дня в день, точнее, из поездки в поездку, когда я пытаюсь увидеть и заснять красиво одетых людей, я вижу примерно одно и то же. Но, возможно, это только мой случай. Я на самом деле научилась считывать образы очень и очень хорошо. Например, в этом образе я вижу, конечно же, акцент. Это леопардовый шарф и также шляпа, точнее шапка, про который я говорила. Издалека это, казалось, шляпы, шапки. Кто-то мне написал, они называются боярские. Здесь, безусловно, делают очень хорошие пропорции. Укороченные брюки, брюки в клетку, либо пальто в клетку. Все это я вижу очень часто. Все это прекрасно смотрится, но на самом деле я жду не дождусь, когда станет теплее, и итальянские модницы, как, наверное, модницы во всем мире с приходом более теплого сезона и более теплой погоды, более комфортной погоды, начнут действительно наряжаться. Кто смотрел мои видео в прошлом году, знает, что в прошлом году я говорила, что итальянки зимой выглядят не очень хорошо. И здесь я могу со всей ответственностью заявлять, что в этом году они выглядят гораздо-гораздо лучше. Кто на моем канале давно знает, что я еще в прошлом году пыталась снимать, и мне нравилось снимать стрит-стайл, но на моем канале этот формат не пользовался успехом. И всегда я обращала внимание на хорошо и классно одетых людей, любого пола, любого возраста, любой национальности, как я часто говорю, но могу совершенно точно сказать, что в этом году итальянки меня очень порадовали. Как модница-модница могу сказать свои комплименты. Но дело также в том, что действительно стало гораздо-гораздо теплее. У нас очень теплая зима, аномально теплая зима. Этой зимой многие смогли себе позволить шуба плюс босоножки. Я очень люблю на молодых людях, вообще на мужчинах, на парнях молодых, в особенности вот такой классный микс. Такой спорт и что-то, что-то одно классическое, из очень классического, практически отцовского, либо даже дедушкиного гардероба. Мне очень нравится классическое бежевое пальто на парнях и вот такой спортивный рюкзак. Рюкзак прямо-таки еще, наверное, со школьных времен, при этом классический шарф, классические ботинки, классические брюки даже. Обратите внимание, как на самом деле классно смотрится микс, что на мужчинах, что на женщинах. Все в классическом стиле и один спортивный аксессуар. Это не всегда может быть сумка, либо рюкзак, либо головной убор. Это может быть все, что угодно. И обувь в том числе, и какой-то спортивный ремень. На самом деле все, все, что угодно может быть. Это смотрится действительно потрясающе. Очень необычно смотрится женский образ, составленный полностью классиков. Плюс верхняя одежда, допустим, удлиненное классическое пальто и спортивная кепка на голове. То есть это должно быть не просто кепи черного цвета, а именно отсылка к спорту. То есть это должен быть какой-то узнаваемый, читаемый логотип и полностью классический аутфит. Кстати, такие аутфиты тоже могут смотреться очень-очень хорошо с шубами. Но имейте в виду, что если вы миксуете таким образом, нужно, чтобы что-то одно выбивалось из контекста. То есть было, как в данном случае, полностью спортивное. Например, на этой сеньоре мы видим классическую шубу, а также классические брюки. Все классическое, но спортивная обувь. Это пример вот такого микса, когда одно, только одно что-то выбивается из общего ансамбля. КОНЕЦ Признаться, именно такие образы я считаю стритстайлерскими, именно такие образы я встречаю и очень-очень радуюсь. Эти образы сложнее всего повторить. Просто потому, что истинный стритстайлер точно знает, что ему нужно, что ему идет, что его украшает. Он подбирает пропорции аксессуаров, одежды, верхней одежды, именно под себя. Именно поэтому это так здорово смотрится. И именно поэтому, если мы постараемся скопировать, учитывая, что мы можем быть разного роста, учитывая, что мы можем быть разной комплекции, если мы просто возьмем и скопируем, нам это может не подойти. Не стилистически, нет, а именно по пропорциям, по соблюдению форм, цветов и так далее. То, что хорошо на одном стритстайлере, скорее всего, будет не очень хорошо смотреться на другом. Все стритстайлерские образы поистине неповторимы. Давайте посмотрим на этих двух модниц. В особенности меня интересует левая компоновка, левый ансамбль. Он закомпонован по принципу too much. Всего очень-очень много. Но, кстати, и правая компоновка тоже выдержана примерно в такой же стилистике. Если мы выбираем один стиль, все очень скромно, либо абсолютный перебор, то в этом тоже можно очень хорошо играть. Но нужно иметь действительно фэшн-смелость. Посмотрите, сумка фантазийная, пальто также с нашивками и обувь. Среднестатистическая модница, не обладающая фэшн-смелостью, но желающая ее приобрести, никогда бы не надела. К тому же такую фактурную обувь к пальто, у которого еще имеется и надпись на спине. К этому образу я бы смело добавила также шляпу. Но не такую шляпу, как на подруге, а шляпу мужского типа. И мне кажется, все было бы очень-очень здорово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok